по милости божией еще отмерили одну земную нежу в нашей жизни время идет очень быстро прошел год быстро идет замечаю ли так кажется или просто физическое состояние кажется раньше время когда был моложе я как-то оно продолжительное было сейчас утро только началось осмотришь обед и к вечеру уже идет год прошел и что так быстро прошел что даже и успели и поболеть и куда-то съездить и все год прошел встречаем новый год с новым годом всех вступлением да и хочу предложить вам поучение она затоустова из его беседы и слова на новый год как нужно встречать провожать новый год старый год как новый встречать об этом он говорит здесь и вот считаешь когда беседы его и думаешь как это что люди тогда так же жили как мы читаешь и думаешь так это он говорит про наш город про нас это он говорит просто здесь у нас все это именно так и совершается прошло то две тысячи лет слишком а как будто бы он златоуст вчера был здесь походил по городу вечером и ночью походил по городу в каждую квартиру заглянул где там на как корпоративные сходки и и об этом всем говорит вот послушайте что он говорит крайне безумно по одному счастливому дню ожидать этого же на весь год и не только от безумия но и от дьявольского влияния происходит там и будто в делах нашей жизни надо наполагаться не на собственную ревность и деятельность а на дневные обращения времени день счастливый бывает один несчастливый но сегодня какой-то несчастливый день год несчастливый там было и прочее старается по лунному какому-то календарю вот я не посеяла семя по лунному календарю и ничего не выросло зависело от луны счастлив для тебя будет год во всем не тогда как ты будешь пьянствовать в первый день но если в первый и в каждый день будешь делать угодное богу кто убежден что есть дни счастливые и несчастливые тот и в несчастливый день не будет заниматься добрыми делами думая что весь его труд останется тщетным и бесполезным по роковому свойству дня равно и в счастливый день не займется теми делами думая что его нерадение нисколько не повредит ему по хорошему свойства самого дня и таким образом он в другом случае будет терять свое спасение понимаете как все а день это такой тогда это год такой это наверное год свиньи там 2 год петуха вот обезьяны вот там кошки пса какого-то все это придумывает эти вот этот год такой будет плохой потому что этот год такого-то там нет это за как ты будешь к этому как ты будешь проводить этот год он так и будет будешь счастлива с радостью жизнь всегда с благодарностью богу господи как велика твоя милость нам как ты премудро сотворил весь мир посмотри будем радоваться солнце снег как сверкает здесь не так а у нас было как-то несколько дней солнце и смотреть нельзя идешь и глаза закрывать надо или темные очки надевать весь снег как будто бы его знаете сверкающими этими алмазами какими-то покрыли он сверкается и режет глаза даже смотреть больно вот за все за это надо благодарить бога звезды видим яркие звезды здесь тоже так не увидишь у нас и у нас ну конечно у нас потеряет самое благодатное место в мире у нас и звезды ярче и снег белее и люди красивее радость бывает не от пьянства но от духовной молитвы не от вина но от назидательного слова вино производит бурю а слово тишину вино причиняет шум а слово прекращает смятение вино помрачает ум а слово просвещает помрачает вино вселяет скорби которых не было а слово отгоняет и те и те которые были ничто обыкновенно так не ведет к спокойствию и радости как правило любомудрия презирать настоящее стремиться к будущему не считать ничего человеческого постоянным ни богатства ни власти ни почести ни покровительства все показывают какие фильмы к новому году и все абсолютно ни одного не своего было как-то это все обязательно пьянка пьяная там в пьянстве то-то случается вроде потом только в конце вроде бы как-то немножко к хорошему приводит все к этому но неужели нельзя думаю снять какой-то фильм такой чтобы как-то располагал любви так к этому нельзя как бы не оскорбить чувства других людей которые не такой веры или что-то там если ты научился так мудрствовать то не будем не будет терзать тебя зависть когда увидишь благ богатого и когда впадешь в бедность не унизишься от бедности и таким образом будешь состояние постоянно праздновать христианину свойственно праздновать не в известном месяце но в первый день месяц не в первый день месяца не воскресные дни но всю жизнь провожать в приличном ему празднование то есть не должно быть уныния как это приходит батюшка у меня такое уныние нападает не могу до чего же уныние то ну посмотри на когда бы уныние будет посмотри на крест с распятым господом господь все взял наши уныние наши печали грехи все взял на себя а у неё уныние какой-то уныние не могу умные не меня вот какое-то такое одолевает до чего же она уныние когда господь сказал там где я и вы будете верующих Сына Божия имеет жизнь вечно, неверующей жизни не имеет какое же приличное ему празднование об этом послушаем Павла который говорит посему станем праздновать не со старой закваской, не с закваской порока и лукавства но с опресниками чистоты и истины запомните это это 1 Коринфянам 5 глава 8 стих когда придете домой еще раз вместе со всей семьей еще раз прочитайте и наизусть это запомните посему станем праздновать не со старой закваской но с закваской не с закваской порока и лукавства но с опресниками чистоты и истины и так, если ты хочешь получить пользу и от начала новых месяцев то поступай так по окончании года возблагодари Владыку что он сохранил тебя от этого предела годов сокрушись своим сердцем исчисли время твоей жизни и скажи сам себе дни бегут и проходят года оканчиваются много пути нашего мы уже совершили а что мы сделали доброго неужели пойдем отсюда без всего без всякой добродетели суд при дверях остальная жизнь клонится к старости так любомудрствую при начале новых месяцев это приводи на память при годовых ворчениях станем помышлять о будущем дне чтобы не сказал кто-нибудь о нас того же что сказал пророк обывде исчезли дни в суете и летая в смятении 77 целом такой праздник о каком я сказал постоянный не ожидающий круговращения годов не ограничивающийся известными днями может равно праздновать и богатые и бедные потому что здесь не деньги нужны не богатство а одно добродетель нет у тебя денег но есть страх Божий сокровище лучшие всяких богатств которые не повреждаются не изменяются и не истощаются посмотри на небо на небеса небес на землю море воздух разнородных животных разнообразных растений на всю человеческую природу по мысли об ангелах архангелах высших силах вспомни что все это богатство твоего владыки быть не может чтобы слуга столь богатого владыки был беден если господь еще милостив к нему наблюдать дни несообразно с христианским любомудрием но это дело языческого заблуждения ты приписан к высшему граду принят в тамошнее гражданство вступил в общество ангелов где нет света переходящего во тьму не дня ограничивающегося ночью но всегда день всегда свет туда будем стремиться непрестанно ищите горнего говорит апостол где христос сидит одесною бога послание колонсинам 3 глава 1 стих аминь аминь сейчас совершим новогодний молебен поблагодарим господа за прошедший год 4 аминь